Ну это вообще оказалось мы сами придумали, да, но потом, когда начали смотреть, у Джундира сейчас такая же похожая концепция. Именно такой формулировки нету, но они тоже говорят про digital agriculture, что типа данные так собирают, но их надо все оцикровывать. А у меня цифроварный уровень точно просто, нет? Нет, там разница есть. Точно это вот пришел с флешкой втыкнул в сейлку, сейлка дифференцированная сейлка. Вот, понятно, и все. А цифровое это сейлка поехала, подключилась к облаку, скачала сама, что ей надо и поехала. И сама сейлка. Интересно реактивно. Я уже скину. Ого, акции. Окей, давай наступный слайд. Сейчас я оставлю. Нет, слайд однозначно нет, потому что тут, по-перше, четыре речения. Много? Речения. Конечно. Я люблю это. На речения. Нет картинки и нет... А это? Нет, нет, давай быстро. Хорошо, Серёга, слушай. Много текста, маленький шрифт читается, картинка маленькая, пожалуйста, больше визуализация, меньше текста. Ты то же самое говоришь, поехали дальше. Малюнь, да. Малюнь, да. Наше решение. Это нормально, но... Нет, это нормально. Окей, поехали. Больше текста. Да, да. Ось тут иконки, наступные. Ось тут иконки, что можешь заменить. Все можно, в принципе, иконками заменить. Картинками. Картинками, да. Иконки, да. Давай дальше. Тегами, может? Рынок? Нет. Две цифры. Ты какие-то говорил в самом начале. Самые важные. Их оставляешь. Остальное... То есть обоснование такое не надо? Нет. Запускаешь в аппендикс. Если кто-то захочет дизнаться про контркрепки на твий рынок, и ты хочешь рассказать... Отдельный слайд сделать. Разбивку просто не надо. Ты можешь говорить, что есть вот там тысячу гиптаг, столько-то, но... Просто так, если убрать эту разбивку по типам, да, тут разница большая. Нет, окей, можно и так сделать, да. Просто тогда... Ключевые, большие цифры. Ты можешь оставить здесь ключевые цифры? Ну, понятно. Допустим, раз, два, там. Что мы планируем такой процент, а можем... Да, да, да. Ключевые цифры, остальное рассказываешь. Поехали. Ну, я спрячу, может, где-то этот слайд. Ты изохновал? Да. Ну, если какой-то очень хитрый агроном забредет, он начнет интересоваться. Слушай, ну, очень вряд ли он забредет. Я не думаю, что наш четвертый повар поднимется. Это какие-то там... Давай, бизнес-модель. Это тоже прибери в конкретном таком варианте. Потому что тут у тебя целое решение, незрозумие и много цифр. А для восприятия важно. Ты можешь сказать, что наше решение, subscription fee, ну, то есть подписка, цена от до, зависит от типа, как это называется, культуры. А не надо, например, рассказать? Или это словами? Словами, конечно. Ага, словами сказать. Ага, все. Понятно. Да. Конкуренты... А их еще больше. Так, конкуренты. У тебя в конце было слайд, где ты... Ну, там было три каких-то поинта. В конце, в конце, в конце, в конце, в конце. Вот, назад. Наше решение в отличие от конкурентов. Вот это, а конкурентов. Ты сначала ставишь конкурентов, можешь поставить там несколько логотипов, просто чтобы кто-то там таких самых-самых известных. Их очень много просто. Это еще не вся таблица есть еще. Они разные, они похожие. А зачем? Не треба тебе. Ну, я же думал, что у него придет. Он мне прошлый раз, когда у меня было 4 конкуренти, сказал, что это фигня, а их 20. Ты говоришь, что это самые основные наши конкуренти, да? Тебе не обовязково робить бенчмарк. Не снимать, ты робишь бенчмарк с теми, кто не бежит. Вот, что ты бы их поставил. Ага, и все. А там внизу написали дещо, наша уникальная торговая пропозиция – это. Ага. И скажешь, что… По трекшину… Тут трекшину… Надо какую-то дорожку сделать. Не-не-не, подождай. Это не трекшин у тебя. Это в тебе accomplishment so far. Помнишь этот слайд? Досягнение на данный момент. Это же то, что вы сделали. А из самого трекшина – это вот это. Потому что сейчас в наших сенсорах сделали компанию Мансабер. У вас тут трошки этот слайд по смыслу не был. Ну, есть там… Что еще у нас? Мы кваграмм поставку делаем, достать, что студенты учились. А надо включать… Ну, например, сколько уже? Четыре или пять выставок разных посетителей. Нет-нет-нет. Это ваша маркетинговая деятельность. Это все-таки… А трекшин – это те, где у вас есть передзаводнение, звідки у вас могут выжить гроши. И кто вами цікавится. А, так много. Я могу говорить. Захидный пух. Гастард. И так далее. С кем мы начали уже взаимодействовать? Там очень длительный цикл продаж. Я розумею. Тоді кажутся, что цикл продажу, воронцю продажу, на… А, показать, что… …вот ежеренец до майже прийняття решения, столько людей. Ага. Столько, то уже такий зробив передзаводнением. Ага. О, вот это вот интересно. Групой. Групой больше. Ну, это вот фоточки не показывать вообще? Я думаю, шумовар. Это фейс. Так ведь журел, что надо фоточки. Это сумма? А чему скажи? Нет. Смотри. У всего есть свой смысл. Ну да. Вот это к чему? Ну, типа рассказываешь, что вот мы тут МВП сделали. Это не прэкшн, да? Это демо. Ну, соответственно, демо… Нет. Демо мы, думаю, все-таки принесем, как мы и хотели. Главное, чтобы мы успели 7 минут принести. Да, успей. 7 минут. Подготовимся заранее. Как обычно первый выступатель. Ну, все-таки надо. Мы уже все-таки разберемся. Рекомендую трэкшн поступок выкинути. Звідти, Николай, пожалуйста. А, окей. Это добрый, да? Нет, поперельно прибрати. Конкретно звідти. Наступный слайд. Давай, наступный слайд. Да. И еще наступный слайд. Оцей слайд, это у тебя уже как демо иди больше. У вас демо будет записано уже? Да мы еще не решили. Мы же на видео запишем. Ну, мы думали вообще тут сделать целый цирк с засеванием. За 7 минут. Да че, за 3 минуты расскажу. Ага, окей. Просто это можно... Ты 11 минут только с тобой уже. А шо стим делать? Да хрена и как-то так? Стойте. Ну, можно еще назад? Давай-то почерпим. Ну, что ж ты говоришь? На столбный. На столбный. Вот эта фотография с Сережей Поплавским. Ну, я вообще не знаю. Чего? Мы Сережу на листовке везде делаем. Серега, блин, евангелист уже, блин. Мы же популяризируем. Сказали, что линуксоиды его бежать не будут. Давай Серега. Да. А вот тут пропоную. А это, если ты можешь демо, например, фотковаться на бэкграунде и тут великими литерами демо написать, то это не будет смысл. Хорошо. Просто делаешь, ну, в общем, делаешь один слайд на всю демо и показываешь демо. Да. Ты, кстати, нельзя же светить вроде матрицу, нет? Что? Лазерная. Лазерная. А можно, окей, хорошо. Я не знаю. Лазерная. Не-не. Лазерная под кьюбу. Короче, а список оповещений, чему это идет? У меня было вопрос. Ну, это пример того, что система уведомления сама присылает. То есть, что она помогает принимать решения. На демо это будет показано? Да. Все, выкинуть. Супер. Тим, выкинуть все, которые находятся после фаундера. А, адвайзеры? Смотрите, адвайзеры можно, как у банкера было. У него были наши инвесторы и наши адвайзеры. Просто можешь, как бы, компании беги. Ты можешь сказать, наши адвайзеры работают в таких компаниях. То есть, перечислить актек, национальный там, да? То есть, фамилии не называют, не надо это. Да-да-да. Или говори ценности для вашего бизнеса. Лучше не лупашить логотипчиками. Да, логотипом однозначно. Узнаваемый. Потому что… Адвайзеры, я так понимаю, это же ключевые люди или нет? Нет, это очень… Если это ключевые люди, у них есть ключевые компетенции. Фоточки? Фоточки внизу, компетенции и все. А, то есть, как в компьютерных играх взял дышки, там, Салес… Тим? Столько это человек, например. Сколько это? 12 человек. 12 человек в тим. А считать как? Вот тим или вместе с фаундерами? А адвайзеры – это не… Нет, нет. Вот это вот. Это те, кто работают на проект. Фаундеры… Да, я понял. Тим – 12 человек. Почему? Фаундерам – это же тим еще. Просто, чтобы сказать, что хочешь сказать. Нет, нет. Типа про тим ты можешь сказать, но тим с фоточками мы никуда… Нет, просто хочется… Я всегда же говорю, что у нас под ключ закрываются и софтварь, и хардварь… Понятно. Можешь сказать, что у вас все закрывается под ключ. Ага, хорошо. Смотри, про общие такие вещи… Ты рассказываешь очень по-свойски. Ну, то есть у тебя… Представляй, пожалуйста, свою целевую аудиторию. Ну, потому что ты расскажешь, говорит, сейчас там придет этот чувак… Ну, вот какие-то такие вещи… А я так же рассказываю. Когда там… Я всегда так рассказываю. Тогда в следующий раз, пожалуйста, подканусь и так мне рассказывай. Потому что это не Ох, это будет записываться. А с США будет, да? И… Чувак… Нет, ну чувак я не скажу в этом слове. Актив можно запросить? Где? Так, а ну что там… Да, вот так. А вот так, хорошо. А, окей, пожалуйста. Стэш Аленов сказал… Из-за того, что очень много деталей… Меч. Ну, ты… Ну, человек не фокусируется на том, что главное. Определи, пожалуйста, что главное ты хочешь донести до аудитории. Ну, понятно. И скажи это. И вот ты не знаю… Ну, по сути нам надо… Окей… Нам по сути надо что? Нам по сути надо что? Нам нужно было что? Нам нужно было что-бы сделать банк сахаров и разработать пачку сценариев. Идеальная еще, наверное, пачку этих сценариев. И так же, чтобы было понятно на что и почему. Ну… Мы говорили, что ты сделаешь один сценарий… Один сделаем. Бабки же надо подать другие еще, простите. Мы сейчас еще по кукуру уже решили делать. Ну, одно примере достаточно. Попиши соби все. Май в голову видеться, если кто-то захочет лучше докопатись. Но, скорее всего, в твоей аудитории никто это не почнет попасть. Если ты много будешь рассказывать… Ну, просто люди… Да, я не пойму, да. Еще вопрос. Можно я покажу? У нас есть видео. Давайте закриемо сейчас всю штуку. Тінку закрили, да? Да. Будем понятно. В основном сделать key features и… Что это? Key features – это основные характеристики. Это ваша уникальная торговая пропозиция. Значит, оцей слайд килиш и его перекидаешь… И фичерс не так, фичерс. Да, фичерс не так, но это же одно. И ты перекидаешь его конкуренту. Понимаешь, это была конкуренция? Да. И здесь конкурент уже… Звідси – конкурент. Два последних предложения или все? Я маю на увазі… Оце – опис продукту. Вон взагалі тут не… Да, да, да. Не має бути раніше. Все перекидать конкуренту. Да. Реквест – расписать. Ну, реквест – расписать. От 50 до 100 – это означает, что не знаешь, сколько ты хочешь. Ну, то есть… А, зависит от торговаться, что надо… Точнейше. Блин, да ты же представляешь. Ну, что это такое? 50 или 100? От 50 до 100. От 50 до 100. Нет. Одна цепа. Одна цепа, и ты знаешь, на счет обе треба цепа. Ты знаешь, что у тебя на 50к вы произведете там… Благодаря там… Не знаю… 100 датчиков. Ну, посчитаем, да. 100 датчиков, два сценария равно 75 или 100. Вот это супер. С очень многими вещами нужно определиться, выбрать фокус и с этим идти. Ну, и без обращения по-свойски. Потому что этого нельзя делать. Ну, это звучит со сцены, как полное неуважение. Да. Ну, и это не вызывает доверие к человеку. Совершенно. Твоя задача – показать еще профессионализм, потому что в вашей команде можно умирать. И еще в команде… Скажи, чему вы выбрали конкретную цель? Чему цель? Заказ пришел, сделали, увидели там высокая маржа и начали делать… Тобто вас спочатку виробили как девелопера, потом пришло замовлено, и вы решили переквалифицироваться в этот рынок. Окей. Ну, потому что мы увидели, что рынок схлопывается… Побачили потенциал экспертизы в девелопменте. Да. И экспертиза у нас в девелопменте хорошая в этом плане. И мы поняли, что там каждый третий бак в Украине зарабатывается в вашей секторе. Это слова Рутицкой. Мы их услышали на Актеке в ноябре. И все, и твитер. Доллар. Доллар. Да. Ни бабки, а ни… А обязательно поделись конкретно тебе из… Я просто не выспался. Я нормально умею уже заваривать. Ну хорошо. Частенько поделись еще пару пичев, как вот презентуется, да, украинских. Ну я думаю, мы скинем тут еще что-то, поделимся, знайдем и скинем. Чтобы ты бачил. Спасибо большое. Спасибо вам. Дмитрий, теперь будем спать. Спать, спать, спать. Смотрите, кто это. Длимениальный сам. Короче, надо прикинуть, сколько надо подробнее. Ну правильно. Сценарий. И надо еще сложить, наверное, классик на разработку в Путничку. Чтобы, грубо говоря, это направление должно было тоже не так. Если вы понимаете просто, то сразу там уже будет и Бадаванов, и тебя искать, ну и тебя тоже, чтобы было нахлёк. Смотрите.